Я сейчас буду делать листву. Листву и все наши листики. Тут все начинается с того, что я делаю замес из своей красочки, любименькой сиены. Беру рыженький, я его набалтываю себе побольше. Вообще, иногда даже в баночки развожу. Вот там стоят баночки. Если у меня лист больше, чем этот, то я точно развожу баночки, там два-три цвета, которые я использую. Я выдавливаю тюбик, наливаю водичку, и у меня такая густая эмульсия, которую прям кисточку макнул, получил концентрированный нужный свет. Не надо делать то, что я делаю сейчас на засохшей краске, выковыривать ее до рисовального состояния. Сейчас хочу просто побольше этого сделать, потому что у нас поверхность листа такая достаточно объемная. И туда я добавляю кобальт, вмешиваю. У меня получается такой разнообразный по цвету замес. Я даже включу сюда вот этот красный, который у меня тут был намазан. Я не слежу особо за чистотой света. Мне просто надо, чтобы у меня на палитре было побольше вот этой жидкой краски, куда макнуть кисточку. И кисть я беру побольше, чем та, что была на ягодках, на зернышках. Да, я сначала делаю какой-то задел, потому что, чтобы краска не съедалась сразу и не оставала жесткий затек. Я не всю поверхность мочу, а место для разгона. И вот здесь начинается такой любимый мой процесс, про который я вчера тоже говорила, когда мы задеваем вот этот размытый край, и он у нас уже включается. То есть он сразу делает такую легкую оттененность вот этой траве, и она уже начинает быть акварельной. Я еще краски не добавила, а тут уже акварель. И дальше я добавляю. При этом я все время пытаюсь помнить, пытаюсь, не обязательно так, это жесткое правило, что все это кругленькое, объемненькое, где-то вот где к солнцу или там к небу обращен поверхность, она светлее и холоднее, голубее обычно, а то, что у нас обращено плоскость к земле, оно теплее и краснее, отражается что-то теплое на земле. И прям наливаю сюда красочку. Вот тонкий кончик нужен для того, чтобы аккуратненько прийти к какому-то месту. Помню, что вот у меня тут оно утыкается под другой лист, и здесь уже аккуратно вывожу. Собственно, никаких чудес, просто заливаю кусок бумаги каким-то цветом. Ну пусть сверху у меня похолоднее будет, если добавлять, вот гулять по этому своему замесу, то прям можно варьировать это все на ходу. И не забываем про то, что вода тоже краска, она белая краска. Мы ее сюда льем, а чтобы сделать какой-то такой вот пусть условный объем, да и доводим эти пятнышки, чтобы придать изящество всей этой нашей композиции. Все-таки вот тонко выводим туда, где вот они пересеклись, вот доводите аккуратно уголки и можно отжать кисть и провести объем, сделать более освещенный край, ну как на любом объекте, который мы рисуем объемный, на некотором расстоянии от левого края. Да, у нас условный свет, вот тоже блики мы так нарисовали, падает слева сверху, поскольку у нас изображаемая композиция, вот мы его, ну и просто стараемся аккуратненько дотянуть до краешка, чтобы захватить эти наши карандашные линии, чтобы они у нас включились тоже в работу. Ну вот здесь оставила, ну пусть будет пока блик и так, и собственно таким же манером, но не пересекаясь. Если я сейчас начну заливать вторую вот эту большую форму, то я ткну здесь, у меня краска затечет, поэтому я делать не буду. Я возьму цвет похолоднее и представлю, что вот эти вот мои боковые, они смотрят к небу. Просто не очень четко, но старайтесь разбивать оттенки, тогда будет выглядеть интереснее, что у вас выглядит. Вот я начну отсюда, хотя форма вроде как длиннее, но здесь такая маленькая перемычка, что не будет затеканий. И вот это вот то, что я люблю, включается сразу у нас этот контур, появляется дополнительный цвет. Я его задеваю, включаю в свой рисунок и сразу вот появляется вот эта акварельная магия. И приводя сюда можно уже утемнить или утеплить цвет, то есть я по ходу ведения своего добавляю. То есть здесь практически у меня замес из двух цветов, кобальт и сиена, а красный добавляется самостоятельно из контура. Подбираем лишнее, уточняем край. Потом сюда можно, тут немножко появился затек, можно его тоже еще убрать. Потом можно это текстурировать, выбирать краску или перетаскивать ее. Но вообще, если вот область уже сохнет, лучше ее не трогать. Это я сейчас так вот просто увидела резкий край затека и захотелось его смягчить. Вот, ну помним, что эти листья, они такие как бы с прожилками, поэтому кистью когда вводим, стараемся это вот вытягивать сразу жилочность. Не везде, не обязательно всю, где-то можно светлое выбрать, где-то можно вытянуть вверх потемнее и сделать такой объем. В общем, вот вся работа, собственно, будет состоять в этом. Мы будем по очереди прокрашивать все эти листья, стараясь, чтобы они работали на контрасте, то есть если вот здесь у меня светлые, значит задние я буду делать потемнее, возьму погуще цвет. А чтобы они не сливались в одну массу, чтобы они у нас играли объемом, что впереди, что сзади.